Ой, началось что ли? Матушка, не подведи! Всем привет, с вами Антон Пикули и это шоу Что они делают в сети с Антоном Пикули? Загадка. Что общего у бобров и налогов простых россиян? Все это с жадностью пожирает Маргарита Симоньян. Циничная глава русской пропаганды. А если точнее, глава пропагандистского канала Russia Today. Приведите мне один пример лжи на Russia Today. Один пример конкретный. И да, вроде бы все уже привыкли, что пропагандисты постоянно врут. Симоньян тут не уникально. Мам, скажите, тут все решают лапшу на уши или только она? Но именно ее ложь в свое время причинила больше всего вреда. Маргарита стала известна в 2004 году после освещения захвата заложников в Беслане. Тогда СМИ сильно занизили количество человек, находящихся в школе. Одов залетел с криками. Если они думают, что у вас здесь 300 человек, то мы сделаем так. Что у вас будет 300 человек. И нам запретили выходить в туалет, и нам перестали разрешать пить воду. Вранье штаба про количество заложников реально разозлило. Не знаю штаба кого, и просто то, что это СМИ передали, да. Это их разозлило, это их ожесточило. Симоньян, скажи 300. 300. Молодец, получи работу у фашиста. Да, после того, как она наглядно показала, что готова делать и говорить все, что ей скажут сверху, ее назначили главой целого телеканала всего в 25 лет. Ого, возглавила пропагандистскую помойку в 25 лет? Хорош. А как насчет отсидеть 25 лет за поддержку военных преступлений? Маргарита Симоньян просыпается на следующий день после смерти Путина. Добро пожаловать в Голландию. Я в Голландии? Ага. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Так, вот дворника около кремлевской стены за собой не тяни, окей? Ему сейчас и так не сладко, ему приходится постоянно убирать эти обломки от дронов. И казалось бы, Марго изначально была самым очевидным выбором для этого шоу, но так получилось, что добрались мы до нее только сейчас, спустя больше, чем год. Но мы, с другой стороны, и не обещали, как Симоньян, что за два дня доберемся. В горячевое не мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Молитва о восстановлении мира. О, а че это ты, Симоньян? После множества лет разжигания ненависти к Украине и запудривания мозгов россиян пропагандой, из-за которой десятки тысяч из них умерли на войне, заговорила о мире и доброте? Доброту ищешь? Иди в церковь. Мы Украину победим за два дня. Several months later. Пожалуйста, если не знаете точно, что происходит в Белгородской области, не пишите о том, что происходит в Белгородской области или где-либо еще. Первое правило кремлевской пропаганды – не рассказывай о том, что происходит в Белгородской области. Второе правило кремлевской пропаганды – не рассказывай о том, что происходит в Белгородской области. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. В общем, цитируя Киру Ярмыш, каждый раз, когда я думаю, что Симоньян исчерпала лимит отвращения, которое я могу чувствовать к другому человеку, она пишет новый твит. Тем не менее, Симоньян продолжает высказывать свою позицию в социальных сетях. А мы продолжаем показывать вам самые безумные, бесчеловечные и отвратительные посты путинских фашистов. Но для начала обязательно ставьте лайк этому видео, чтобы YouTube рекомендовал его другим пользователям. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Также вы можете поддержать канал Стоп нашим спонсором, сделав разовый донат через функцию Суперспасибо или через Криптокошельки. И подписывайтесь еще на канал Разговорный Жанр, а также мои личные соцсети Instagram, Telegram, Twitter. Все ссылки в описании под видео. Это сейчас Симоньян молится о восстановлении мира. А вот до 24 февраля она несколько месяцев все никак не могла дождаться, чтобы наконец... Началось! Пост от 9 декабря 2021 года. Началось что ли? Матушка, не подведи! Матушка Путина так уже подвела, он ведь появился на свет и развязал войну. Пост от 12 февраля 2022 года. Началось! Пост от 18 февраля 2022 года. А вот теперь, похоже, началось! Ты можешь перестать говорить началось? ХОТЬ НА ПЯТЬ МИНУТЬ! И так началось. Началось бесконечное смакование и предвкушение будущего вторжения в самых омерзительных формулировках. Слитый список американских ататашечек, воспоследующих, если мы вдруг отмиротворим Украину, прямо расстраивает. Отмиротворим Украину? Господи, смотрите, чтоб ваших миротворцев не отукраинили. Выходит, если бы у нас были свои стиральные машины, холодильники и смартфоны, то мы могли бы легкой прогулкой прямо сейчас освободить Донбасс, да и Одессы не побрезговать. Давай, Морти, легкая прогулка до Одессы, туда и обратно! Зашли и вышли, приключения на 20 минут. Отсюда вопрос. Сколько нужно времени России-матушке, чтобы наладить собственную стиральную машинку, если собственную подводную лодку Россия-матушка наладила еще при Николае батюшке? Ааа, так вот зачем? Вздэк пришла родная моя, от мужа машинка стиральная. Российские солдаты воровали стиральные машины, потому что Россия-матушка собственную стиральную машинку не наладила. Зато собственная подводная лодка действительно есть. Крейсер Москва называется. Крейсер Москва был на год старше меня. Да у вас вообще много общего. Он тоже достиг дна, например. Но вернемся к предвкушению войны Симоньян. Олимпиада 2008. Освобождение Южной Осетии и Абхазии. Олимпиада 2014. Возвращение Крыма. Олимпиада 2022. Пишите правильный ответ. О, а это вообще очень интересная и показательная информация. Спасибо, Маргарита, что напомнили. Это буквально единственный случай нарушения так называемого Олимпийского перемирия в истории. И за все три из них ответственен Владимир Путин, которого никогда не волновали никакие международные нормы и правила, а только его имперские амбиции. Владимир Владимирович, остались ли понятия чести, достоинства в политике. Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь, честность, это все-таки то, что лежит в основе отношений между людьми. А я редкий ловит. Итак, после того, как все-таки началось, продолжились офигительные прогнозы от военной экспертки, а заодно и преступницы. Вот она, например, спрашивает у украинцев 24 февраля 2022 года. Зачем сопротивляться, если победить заведомо не получится? И значительная часть собственного населения печет для оккупантов пироги. Эти домашние пироги выглядят очень аппетитно. Они не домашние, их сделали на фабрике. На фабрике бомб. Это бомбы. А, очень жаль. Да, довольно много постов, которые писала Марго в самом начале войны, очень плохо состарились на сегодняшний день. Прямо как Путин. А некоторые посты состарились уже в момент написания. «Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», заявили в Минобороны России. «Это то, что лично я хотела услышать. Моя армия не будет бомбить мирных людей. Спасибо, родненькие, берегите себя». Уже тогда, 25 февраля, ей в реплаях накидали десятки фотографий разрушенных жилых домов и взорванных квартир далеко не только в Киеве. А сейчас речь идет не просто о домах, а о целых городах, стертых с лица земли российскими войсками. Вам же объяснили, никто не трогает мирное население, не бомбит мирное население, не расстреливает мирное население, делает все для того, чтобы это мирное население не пострадало. Если бы это было не так, я бы, например, здесь сейчас не сидела и не стояла в этой студии. «Я слегка приврала. Или не слегка». Почему она постоянно пишет этот апостроф вместо твердого знака? У нее что, там лимит на использование твердых знаков? Или у нее клавиша с твердым знаком выпала из клавиатуры? А вот твит об убийстве российской ракетой 27 человек, среди которых были три маленьких ребенка. Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице. Ответ – в дом офицеров. Там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую, как прислано. А фото оторванной ноги рядом с детской коляской не хочешь опубликовать? Или тебе его не прислали просто? Наверняка прислали. Только, опять же, в реплаях. «С 1 сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1 сентября». Но до 1 сентября ничего взять не получилось. Так что решили действовать проверенными методами. И 1 ноября российские ракеты разрушили Николаевский колледж и гимназию. Но есть нюанс – в разрушенных школах тоже не изучают русский язык. Тот неловкий момент, когда сначала освещаешь захват школы террористами с озабоченным лицом, а через 20 лет террористы, на которых ты работаешь, бомбят школы в соседней стране и убивают детей. «Ну так, значит так. Значит такая судьба. Что поделать?» Вообще, из постов, в которых Симоньян радуется бомбежкам и убийствам мирных людей, можно отдельное видео сделать, настолько их много. Вот что пишет Симоньян про массированные обстрелы Украины 10 октября во время утреннего часа пик, когда ракеты попали в университеты, музеи, пешеходный мост, а также детскую площадку. А вот и ответочка прилетела – ЧТД! ЧТД – это что и требовалось доказать. Это херня, которую Симоньян повсюду пишет в каждом посте. ЧТД! Так все-таки получается наоборот? Кремль делает все для того, чтобы мирное население пострадало? «Не может быть». «Очень может быть, охотно верю». «Семь раз отмерь, один отрежь». «Поспешишь, людей насмешишь». «Русский медленно запрягает, да быстро едет». И другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро. «Хрен не ветер, волосы не вздыбит». «Все в свой срок. Придет времечко, вырастет и семечко. Делу время, потехе час». «Время всему научит». И другие русские пословицы, объясняющие, что скоро Симоньян будет гнить в тюрьме. Кстати, об этом и многом другом из этого выпуска я уже шутил у себя в телеграм-канале Пикули. Подписывайтесь на него по ссылке в описании. Я там все гораздо актуальнее обозреваю. Симоньян, смотри, вот такая еще пословица есть. «Сколько веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю». И другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро. «Люблю кровавую резню по утрам». Но наивно думать, что людоедство Симоньян заканчивается исключительно на Украине. А вообще, пора уже вежливым людям навести порядок, конечно, как они умеют. Это, если что, про митинги в Беларуси в 2020 году. Видимо, пыток и избиений белорусов ей было недостаточно. «Крови почти нет. Бей сильнее». «Какая ты кровожадная, дорогая». И да, кровожадное не то слово. Протестующие в Тбилиси кричат «Сухуми, Сухуми». Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. В случае повторения августа 2008-го с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, хотя бы потому, что А. Не до сантиментов сейчас. Б. В Тбилиси нет Киева-Печерской лавры. В. Никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами. И Российская Федерация никогда не была Тбилисской Русью. Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей, раз уж они сами себя не жалеют. Ну что, совсем что ли? Ничего необычного. Простая глава одного из крупнейших российских каналов напрямую угрожает Грузии геноцидом и, судя по всему, ядерным ударом. А с украинцами это они еще типа сдерживаются. Из-за Киева-Печерской лавры? Ты не будешь просто так, чтобы отомстить, как какой-то символический показательный удар, бомбить город, прекрасный, красивый город, в котором есть Киева-Печерская лавра в конце концов. То есть это типа, мы бы вас разбомбили, если бы не Киева-Печерская лавра. А то иначе как-то не по-христиански получается. Хотя в реальности даже она никого не останавливает. Киев бомбят постоянно. Очень по-христиански. Очень православно. Вообще Марго очень любит угрожать всем ядеркой и бомбежками. Каким еще врагам России ударит наши ВКС? Может быть, Воронеж? Естественно. Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению ГААГи арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы? План простой. Путин приезжает в страну, его арестовывают, мы бомбим столицу этой страны вместе с самим Путиным? Что? А уж уничтожить Америку Симоньян угрожает чуть ли не каждый месяц. Мы единственная страна в мире, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Правда, правда, правда. Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему. С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. А если точнее... Прямо в ад, в бойлерную аду, на самое дно. А в перерывах между угрозами убийства тысячи американцев можно посмеяться над уже убитыми. Из нашего продюсерского чата. Церемония инаугурации нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Талибы умеют не только в мемы, но и в троллинг. Ну типа... Мемы. Троллинг. 3000 человек погибло. Так смешно на самом деле. Так, какие там еще неправильные, с точки зрения Маргариты, страны, на которые нужно повлиять? Ну, Казахстан. Тоже протесты были в начале прошлого года. Скинуть бомбу туда, как с Грузией, она, конечно, не предлагает, но предлагает другие методы. Подкуп, шантаж, грузоубийство. Вот это нехорошо, конечно, но, к сожалению, иногда приходится и такие вот использовать методы. А именно, шантажировать правительство Казахстана. Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь. Но и некоторые условия надо поставить. Первое. Крым признать. Второе. Кириллицу вернуть. Третье. Русский язык. Второй государственный, как в Киргизии. Четвертое. Оставить в покое русские школы и не врать начальнику, что и так так. Пятое. Выгнать антироссийские НКО. Шестое. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками. Ибо неча. Казахстан, услышав эти обосранные условия, Симоньян. А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? Дальше Германия. Немецкий народ-то 94% против, как нам сообщает немецкое же радио. Это значит, руководство немецкого народа такое. Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. И не надо ли нам немецкий народ от этих фашистов освободить? Ну, то есть, понимаете, дело не в Украине как таковой, и уж точно не в отстаивании национальных интересов. Дело вот в этих людях, типа Симоньян. Все пропутинские говноеды такие. Мы абсолютно и злот. Совершенно верно. Именно так. Путин особенно. Людоеды и ксенофобы, которые окончательно прогнили изнутри от власти и денег, знающие только язык ненависти и ракет. Этих разбомбим, туда вторгнемся. Была бы возможность, а поводы найдутся. Ну, вы видели, они придумываются на ходу. То в Грузии народ не тот, то в Германии что-то... Значит, не будет Румыния. Значит, по Румынии должен быть нанесен удар тактическим ядерным оружием. Почему-то они думают, что имеют право решать, кому и как жить, но по факту это просто кучка жалких фашистов, которые мешают жить всем нормальным людям. Кстати говоря, о жалком фашисте, о Путине. Точнее, о начальнике, ведь именно так Симоньян называет деда и в соцсетях, и в шоу «Международная пилорама», которое пишет сценарий. На встрече начальника своим корами в воздухе Виталия Роматы боевого одностроя из западного отстоя. Чё за хэ? Ароматы западного отстоя? А может, ароматы чемоданного изгоя? Вообще, конечно, авторский почерк Маргариты виден сразу. Ароматы западного отстоя? Маргарита, тебе 9? Тебе 9 лет дадут в тюрьме за это. Талант. Да, талант. Под конец начальник не упустил возможности заставить сжаться европейские сфинктеры. Жаль только свой собственный он сжать не сможет, ведь там находится язык Маргариты Симоньян. Кто там готовит справки для начальника? Передайте, пжл, что исчерпывающее количество московских грузин пьет сегодня за его здоровье. Открываю ленту сообщений, а там куча тостов от моих друзей-грузин, общий смысл которых – ВВП, красавчик. Подожди. Это те же грузины, которых ты призывала бомбить, не разбираясь и не цацкаясь? Или какие-то другие? А иногда Путин у него даже не начальник, а целый вождь. Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь, и поменять его мы не дадим. Я тут разглядывал старые снимки и обнаружил сходство с твоими. А вот за что Марго благодарила Путина в его юбилей. За то, что не стыдно, за то, что едины, за то, что будущее железобетонно. Не, это разве что железобетонный занавес, который из-за Путина опускается на Россию. За луч надежды, уже казавшейся невозможным, когда вы только пришли в 99-м, замочить в сортире. За чеченские батальоны, спасающие русских бабушек. За Мюнхенскую речь. За сияющие дворцы и меретинки. За сияющие дворцы, которые больше не нужно декларировать. За Крымский мост. Иронично, что в этот же день Крымский мост подорвали. Маргарита, пожалуйста, в следующий раз поблагодарите Путина за то, что он до сих пор на свободе. За чеховский домик в Гурзуфе. За хлеб, который больше не нужно ввозить. За сохранность нормальности. За то, что сын это сын, а мать это мать. А отец погиб на войне. Спасибо за сохранность нормальности. За ясность, за точность цели. Меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Вот скажите, как они изменились, изменились ли? Давайте сначала послушаем, что сказал Путин. Он, конечно, не сказал да и не отвечал прямо на этот вопрос. Давайте. Нет, ну они меняются в соответствии с текущей ситуацией. Но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. И они для нас носят фундаментальный характер. А, ну яшно, яшно. Я не перестаю удивляться. Где Симоньян вообще разглядела в нем вождя? Вот это вот мяблющее чмо у вас вождь? Куда он вообще кого-то может привезти? Это же просто кряхтящий дед, которого все везде постоянно обманывают и надувают. Да он же без посторонней помощи со своего чемодана встать не сможет. А вот этот диалог с военкором просто какой-то сюр. Скажите, а цели СВО изменились? Они очень сильно изменились, но на самом деле они очень сильно не изменились. Понятно, спасибо! И при этом никто из них не понимает и вообще не знает, о каких целях идет речь. Поверьте мне, Путин знает лучше. Реально. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Но, наверное, самое жалкое зрелище, это когда после всех своих призывов к убийствам и ядерной войне Маргарита пытается говорить про мир и примирение с украинцами. Сидеть на двух стульях можно, но недолго. Рано или поздно задница проваливается. Не тебе это говорить, Маргарита. Николай Соболев подтвердит. У него, судя по последним видео, уже провалилось. Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи. Жесть. Че за хэ? Маргарита Симоньян хочет, чтобы Тигран Кесаян свернул шею? Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Так, это что такое, а? Мы все будем снова хором спевать в шинке, тремя незнакомыми друг с другом столами песню, ничьяка месячна, самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский песню из великого советского фильма о нашей общей войне. Да, после 24 февраля фраза «общей войне» по-другому читается. «Общем горе и общей гордости. Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так. Так, воздвигнем им памятники, сложим о них новые песни на русском и украинском. Именно в этом, кажется, и заключается смысл такого угловатого, не художественного, не гоголевского, но оказавшегося неизбежным слова «деноцификация». Какой же мрак. Такое даже высмеивать не хочется. Симоньян, который говорит, что посетит гостеприимный веселый Киев, об общем горе общих героях с украинцами. Это реально намного омерзительнее, чем ее привычные людоедские высказывания. Сразу возникает какое-то ощущение антиутопии. Но как бы Марго не надеялась, украинцы никогда не полюбят большого, а в нашем случае маленького брата. Хотя можно понять, откуда у нее эти фантазии. Брось свои грязные фантазии. Тебе давно пора... В Гаагу. Она ж сама признавалась, что прекрасно понимает. В случае проигрыша России, именно туда, в Гаагу, она и попадет. А проигрыш с каждым днем становится все очевиднее, и именно поэтому все чаще начинают звучать подобные заявления. Я тоже общество. Я не власть. От того, что меня по телевизору показывают, я же не власть. От того, что я руковожу средством массовой информации, но я главный редактор средств массовой информации, журналист. Знаешь, это охранительно жалко. Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят. Заморозить. И дальше провести референдумы. Как и провела Индонезия, предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Потому что справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны. Че за хе? Спорные территории не нужны президенту? А как же? Что делать с теми территориями, которые уже под нашим контролем? Херсон, Запорожье. Что с ними делать? Их надо оставлять под нашим контролем. Их надо оставлять под нашим контролем навсегда. Ой, что-то оказалось не навсегда. Так же, как и ты, Симоньян. И вся ваша кодла позорная. Далеко не навсегда. Нет никаких сомнений, что Ургант вернется и в страну, и в эфир. А мы уйдем за ненадобностью. Было бы славно. Когда уйдет Путин и все его подсосы, это и будет настоящая деноцификация. Только в России. Ибо неча. Ну а на этом все. Че-то-де. Это было шоу «Что они делают в сети» с Антоном Пикули. Ставьте лайки, становитесь спонсорами нашего канала, сделав разовый донат через функцию «Суперспасибо» или через крипто-кошельки. И подписывайтесь на Навальный Лайв, а также на канал «Разговорный жанр» по ссылке в описании. Ибо неча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова